Эпопея с российскими деньгами в Китае продолжается и набирает новые обороты. Как известно, уже почти два месяца идут сообщения о том, что российские юридические и физические лица начали испытывать проблемы со своими счетами в Китае. И как это бывает на Востоке, китайцы улыбаются, кланяются, а денежки не движутся. Но ситуация не стоит на месте и похожа на то, что принимает уже тотальный характер. В сети появились развернутые комментарии о том, что происходит на самом деле. Как сообщается, самыми первыми ощутили проблему именно юридические лица. Ну понятно, что «Авангард» был сформирован российскими предприятиями из санкционного списка США, но потом процесс пошел дальше, и проблемы начались у китайских предприятий, учредителями, руководителями которых были люди с российскими паспортами. Причем банковские работники пояснили, что это следствие правительственной программы по борьбе с отмыванием грязных денег. На начальном этапе под пресс пошли предприятия, которые открыты в течение последнего года, а потом которым исполнилось не более трех лет, и неважно, были ли обладатели российских паспортов в черных списках по санкциям или не были. Причем открыть компанию можно и сейчас, быстро, без вопросов, но дальше происходит следующее. Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже нельзя. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут просто нет вариантов. Алгоритм действий по уже действующим предприятиям одинаков и выглядит примерно следующим образом. На контактный телефон поступает звонок из банка, и компетентный сотрудник говорит следующее. Вам неделя времени, выводите деньги и закрывайте свои счета. Но бывший совок, прослушавший о подобных вещах, всегда использует известную тактику. Не буду брать трубку или не буду принимать повестку, чтобы потом делать удивленный вид и кричать «Хамы!». В Китае этот номер не проходит в принципе и только ускоряет развязку. Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов. Если человек не ответил – все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег – и все. У меня были счета компании, которым по 10 лет. Меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет. «Я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не помойки какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет», – пояснил ситуацию один из российских бизнесменов. Надо полагать, что в Китае уже поняли уровень токсичности российских денег и российского бизнеса. Они это прекрасно наблюдают в Европе и видят, какие проблемы несут россияне, разъедая устои государства изнутри. Причем именно россияне действуют четко и по особо уязвимым местам государственной машины, выводя из строя ее самые важные детали. Пока Европа не может или не хочет найти противоядие, не нарушив базовых демократических принципов, у Китая с этим просто проблем нет. Если там видят реальную угрозу национальной, а вернее государственной безопасности, то они ее устраняют без особых раздумий и самым коротким и жестким способом. Что важно заметить, китайцы не стали разбираться в сортах материала якутского скульптора и просто вытравливают все, что может заразить их систему чужим вирусом, поскольку организм КНР имеет родственные связи с совком, а потому кремлевская зараза там может сработать просто молниеносно. По этой причине мероприятия уже распространяются на физических лиц, не связанных напрямую с китайским бизнесом. По свидетельству того же бизнесмена, это имеет примерно такой вид. Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, его просто выгоняют. Причем это государственные китайские банки. В общем, много слышали о том, как Путин заявлял о развороте на восток и о том, что раз на западе их не ждут, то они все пойдут в сторону Китая и пусть запад льет горькие слезы по этому поводу. Для пущей убедительности Центральный банк России даже распродал свои долларовые запасы и накупил юаний, хоть и потерял на этом обмене 3 миллиарда долларов. Но вот теперь очертания этого востока становятся все более реальными, а мудрость, в кавычках, старого многоходовщика, просто очевидной. Россиянам уже можно пить шампанское и аплодировать стоя своему мудрому вождю и учителю, а можно даже прямо сейчас его канонизировать, еще при жизни. Раскольники из московской церкви теперь могут это сделать легко и без оглядки на вселенского патриарха.